Ладно, итак, режиссура. Условно, мы разделим всю вообще режиссуру. Почему же она такая крутая? Потому что режиссура — это вообще всё. То есть, если вы какой-либо человек, вам нужны деньги на то, чтобы пойти на какой-либо концерт, но вы не хотите тратить деньги, просто чтобы прийти на ханифест. Вы приходите к организатору, вы говорите, «Эй, чувак, я умею читать лекции». «Я такой классный, я умею читать лекции». Он говорит, «О, круто, лекторы у нас хоть бесплатные». Кто заплатил за входный билет? Вот, тут все лекторы, они не заплатили за входный билет. Что это? Это режиссура. Ты планишь контору? Фу! Это режиссура. Почему? То есть, мы умеем делать две вещи хорошо. Первое — мы умеем ставить проблему. Второе — мы умеем общаться. Постановка проблем. Всё очень просто. Есть какая-то очень страшная штука. Режиссёрам платят за то, что это страшная штука, и они решают. Сколько платят фрезеровщику на заводе? Давайте, а? Честно. Ну, 1600-1800. Режиссёры платят за спектакль 30 тысяч гривен. В государственном театре. Я три года проводил в государственном театре и получал эти деньги. Проблема в другом. В том, что этих денег ты, конечно, не видишь, они все уходят на спектакль. И то другое. Так вот. Разница. 1600 и 30 тысяч гривен. Кто столько получает вообще? Давайте. Кто получает больше 1800 гривен? Кто получает больше 2500? Кто получает больше 5000? Так, хорошо. Больше 500 баксов? Окей. Отсеял. Отсеял. И сейчас сидишь их сзади. Основное, чем занимаются эти люди, они ставят проблему, разбивают эту проблему на простые задачи и раздают эти задачи другим людям. Человек, который решает простую задачу, то есть, как человек в полуцензии, он сидит и прозванивает людей, ему как раз платят дешевле 1600 на 2500. Вот, о чем мы крутаем режиссура. Общайтесь с людьми, пользуйтесь этим и делайте все хорошо. Почему нужно делать все хорошо? Почему нужно нормально общаться с людьми? Во-первых, это интересно вам. Если у вас есть какой-либо заказчик на все что угодно мероприятие, дизайнерскую работу, пару часов поиграть в Steam и прочее, 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 вам имеет смысл потратить больше времени пообщаться с тем человеком, с которым вы взаимодействуете, для того, чтобы получить именно то, что вы хотите, а не то, что хочет именно этот человек. Потому что чаще всего вы сами, ну, как вы заказчики, вы просто даже просите друга помочь вам в чем-то, вы просите от этого человека не конкретно то, что нужно, а то, что вы знаете. То есть у нас был человек, который сказал, нам нужно снять мой фильм. Мы такие, классно, давай, мы сможем снять мой фильм. Он говорит, вот этот мой фильм должен быть обязательно для детей, именно сделан детьми, именно должен быть вот такой-то там персонаж, и, короче, куча, 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 куча всяческих ограничений. Мы говорим, так, смотри, так можно, так нельзя, так можно, так нельзя. Мы потратили месяц общение с этим человеком, в итоге мы сделали будет время, которое мы хотели. Почему так? У кого есть какие-то варианты? Внимание. Ну, лучше знаю. Это тоже так. Это тоже так. Основывание. Конечную цель. Знать технические ответы. В отличие от того, кто-то пользуется, поскольку одно тело написано текстом, другое тело протонока по сценарию. Совершенно разная вещь. То есть, яркие примеры. В понедельник, был, говорит, театр и Киева, дядя Ваня. Одно тело сделает текстом, а другое тело протонока дает. Схоже, не схоже, как делать, 65 процентов разницы, между текстом, и они наук. Ну, да, вот, ты, собственно, прав. И получается, что две основных причины, к которым мы отталкивались, во-первых, на то, чтобы снять полнометражный мультфильм, вот, ну, блин, все видели, там, не знаю, Сверополис, какие-то современные мультипликационные штуки, какие-то другие режиссерские постановки и прочее. Для того, чтобы поставить нормальный спектакль, нужно потратить три месяца своей жизни. Нормальный спектакль. В смысле, вообще не было. Вот полтора часа спектакля, это три месяца постановки. Для того, чтобы снять мультфильм, там, Алеша Попоич и другая эта семья, которую сейчас снимают, нужно потратить год. То есть, шарики, да? То есть, я сейчас, ну, в то время мы общались с человеком, это был короткий мультфильм, мы тратили месяц времени. Мне не жалко потратить на неделю больше времени, чтобы пообщаться с человеком, чтобы впоследствии месяц моей работы был для меня приятным. А не я тащил его такое, о, вред, мне надо, так, как ты сказал, дядя Ваня поставить, я затащил его, а дядя Ваня нахрен не знаешь, что ставить, я вообще, но он был. Нет. То есть, вы по факту стоите перед выбором, что вы тратите свое время. Почему вы тогда должны тратить свое время на то, чтобы делать то, что вам не нравится? Хотя у вас выбор простой. Потратить на 5 минут больше времени при общении с человеком. Это первое. Второе. Делегируйте свои обязанности. Это просто взгадаясь от их всей режиссуры и любой вообще организации. делегируйте свои обязанности. Если вы художник, но вы как аниматор хуёвый, два варианта. Либо это нахуй никому не нужно, либо вы сказали... Здесь могут быть дети, зачем ты там? Нет, все равно. Порицание. Так вот. Хорошо, я буду. Запихивать. Значит так. Почему нужно делегировать свои обязанности? Я пытался очень долгое время все это затащить сам. Я делал анимум бэдж, занимался рекламой студии, бла-бла-бла-бла-бла. Я делал сам анимум бэдж целых два дня, хотя знал, что есть знакомый, который может это сделать за полчаса. Я все равно его делал, я писал все тексты и все прочее. В итоге я потратил неделю времени. Это во-первых. А во-вторых, после тех трех дней, которые я потратил на создание сайта и страницы, остальные три дня я отправил. Правило это руководство своих знакомых, которые сказали «О, чувак, смотри, вот тут я типа профессиональный дизайнер и что происходит? Я потратил три дня на то, чтобы сделать хоть какой-никакой дизайн страницы, а тут мне обращаются человек и совершенно бесплатно соглашаются помочь, просто потому, что это знакомо. Буквально за полчаса в фотошопике делают мне пять примеров того, что я делал три дня. У меня висает челюсть, я сажусь и целый день правлю то, что мне прислал этот человек. На следующий день мне пишет другого человека и говорит «Вот у тебя тут куча ошибок в тексте». Он за полчаса садится, копирует здесь мой текст, который я написал и переписывает его без ошибок. И еще один день я правлю все ошибки, которые он мне исправлял, потом еще он уходит еще новые ошибки и я исправлял. В итоге у меня уходит целая неделя времени на то, чтобы создать сайт. Хотя я мог изначально обратиться к этим людям. Понимаете, да? То есть это сейчас просто так выглядит, потому что у меня нет никаких сроков, я сам с кем занимаюсь. Если у вас есть перед кем-либо обязательства и вам нужно что-либо выполнить, делите руки в свои обязанности, потому что это реально экономит время. я начинаю немного понимать тех людей, у которых оно неслужанно и прочее-прочее, люди, которые им служат и работают на них, потому что это реально выгодно. Считайте свое время. Сколько вы тратите время на то, чтобы заниматься тем, чем вы занимаетесь или вы пытаетесь сделать то, что вы не можете сделать и сколько времени потратите на то, чтобы это просто сделать человека, кто это может и распускай вы там заплатите как другу. Но это реально намного выгоднее. Итак, самая главная причина, почему я сюда пришел, это, собственно, все аниме-фестивали и все постановочные штуки. Я хочу с вами общаться, поэтому мы в мое время лекции потратим максимально в общении. Так, ну тут мало людей, кто принимал участие с сценками на фестивале. Да, вот, Борис. О, классно. Ну, смотрите. Точнее, это не сценка, я поставил параллельные свои, то есть я, в принципе, знаю процессы. Да, хорошо. Вот сколько у тебя времени заняло от момента, что ты задумал, что ты решил поставить сценку и там можно шестерпить. В начале, текст ушло. Нет, нет, вопрос, от начала до конца. Костем ушел три года, поскольку это начальник твоей идеи, потом историю, как он пришел. Дальше, текст ушло где-то еще год, поскольку... Это, ну, ты параллельно все делал, да? Да, это просто, мне не ловили, я начал разбираться, и параллельно шлифовалось постановкой текста. Дальше, когда пришла сценка, как-то, ну, два, три, прочее, ушло где-то еще месяц на постановку. Сколько у тебя ушло от момента задумки именно до финала, когда ты показал? Четыре года уходит на нормальную цену. Хорошо. Если брать хорошо, то есть это, из которых ушло, говорит, разбитых военников. Ну, хорошо, я сейчас как раз буду рассказывать, так что мы можем... Вот текст играл, поскольку, плюс еще полгода актерское мастерство, работка зашло. Плюс еще параллельно, не считая того, что я раньше изучал язык жертв и прочее. То есть вот это слово, фон, который никто не читает, плюс не читалось еще десяток книг, которые прочиталось, без которых не отходно было. Так все фоново, это не опасно. Слушай, ну вот это так, опять, но без этого время еще будет. Давайте будет пару лет. Хорошо, то есть четыре года. Борис, сколько у нас ушло от фестиваля? Это один человек. Фестиваль мы сделали за полгода, потому что предыдущий фестиваль был осенью, и мы сразу же начали работать, как только получили уведомление, что мы можем сделать его в родмире. Мы не стали выпускать всякую возможность. И с помощью команды примерно из 20 человек, вот полгода. Хорошо, так, кто еще что-то подобное ставит? Так, хорошо. Тогда расскажу схему. Схему работы для вообще всячески любой организации, которые пользуются и будут пользоваться западные театры, и вообще, которые пользуются театром в частности уже тысячи лет. В общем, нормальный спектакль, вообще все что угодно, это 28 репетиционных точек. То есть вот мы сейчас с вами встретились, я полчаса вам поговорил, мы с вами пообщались, это одна репетиционная точка. Не имеет значения, сколько она будет длиться по времени, вы сами определяете для себя. То есть важно, чтобы было 28 репетиционных точек. 20 из них – это сам производственный момент, 8 – это отлавка. Образом мы разделим с вами процесс любой постановки на три части. Это формирование идеи или подготовка. Сама постановка, включающая в себя постановку и отработку, или как улучшение всего. И последнее – это постпродакшн, это всяческие маркетинговые штуки. Вот уже там прошел фестиваль, надо выложить фоточки и прочее, прочее, прочее. Итак, формирование идеи. На это у вас должно уйти порядка месяца. То есть вы даете себе неделю-две на то, чтобы просто написать текст того, что вы делаете. Вы должны работать в режиме буквально каждый день. То есть пускай вы должны тратить где-то час во времени, но вы должны тратить его регулярно. Это намного выгоднее, чем вы будете тратить один день 8 часов. То есть получается, что обычный человек тратит 8 часов, потом выпадает и ничего не делает на протяжении недели. Почему так? Вы должны давать себе не больше двух выходных в это все время. То есть если вы что-либо делаете и потом вы выпали на один день, то на следующий день вы обязательно должны что-то продолжать делать. Если вы выпадете еще и второй день, то у вас вообще процесс работы уйдет не пойми куда. И вы еще будете, о нет, я уже ничего тут не сделал, мне туда возвращаться сложно. Я же там еще где-то застрял. А на самом деле вы все равно, даже если в любой момент вы вернетесь, вы продолжите делать те штуки, на которых вы остановились. Поэтому не выпадайте больше, чем на один день. То есть две недели на подготовку текста. Далее, после подготовки текста вы начинаете встречаться с отдельными структурами, которые вам нужны. В данном случае будем говорить про постановку сценки для фестиваля. То есть вам нужен, там вот, у нас есть звукорежиссер, у нас есть человек, который сидит за проектом, да, там еще какие-то. То есть вы уже в тексте, вы себе предполагаете, какие штуки вам вообще нужны. По минимуму вам нужны актеры, вам нужен какой-то свет, звук, вам нужны какие-то костюмы. То есть вы находите себе на каждую эту штуку человека ответственного за всю эту постановку. То есть человека по костюмам, человека по, там, звукорежиссера, человека, который будет отвечать за наявность вообще актеров на репетициях, и человека за светооборудование, которое это все будет расписывать. То есть даже когда вы будете расписывать заявку на фестиваль, вам не надо тратить на это все время, просто пускай каждый из этих человек сам полностью опишет весь свой момент работы, а дальше вы будете уже делать то, что хотите. Ну и последнее, это чтобы вообще было очень круто, классно, если у вас будет художник. Художник это очень круто, потому что одно дело поставленная сценка, просто, ну, типа, ребята, вы видите, вот тут сейчас вот этот туда идет, этот туда идет. Это одно. А когда это все стоит человек, который знает композицию, и он знает, куда вот именно того придут, и как на это все будет реагировать зритель, это намного лучше. И мы не будем видеть этих ужасных сцен, где здесь, типа, сидит зритель, это какой-нибудь актер, там, в костюме, очень круто, он сидит полчаса, ничего не происходит, в конце он тоже ничего не делает, почти и уходит. И ты думаешь, зачем вы его выпустили вообще, что он делает? И так, две недели вы потратили на текст, в следующую неделю вы собираете людей. Начните с художника, как основное движущее лицо, просто что общайтесь с ним, для того, чтобы он начал прорабатывать какие-то штуки, какие-то элементы костюмов. Потому что, зачем вам нужен художник? Все костюмы, которые вы делаете, они вот ну никак почти не переносятся обычно в наш реальный мир. Классно нарисовано, но в реализации в реальном мире вообще очень сложно. То есть, вы должны учитывать этот момент и найдите себе художника, который красиво сделает так, чтобы костюм, который будет на актере или вашем, или на вас даже, для косплея, не был жалкой пародии. Ну, типа, вот там, я сейчас надену тут носок себе на голову, и тут нарисую анимешные глаза, потому что там же анимешные глаза, и они должны быть такими. Не делать этого. Почему? Потому что вы потратите на это время. Это лишнее потраченное время. Вы себе мозг сломаете, а в третьих вы выйдете в ужасном костюме. У меня вопрос. Да. Часто так бывает, что когда что-то рисует художник, какой-то концепт, так сказать, костюма, чего угодно там, какой-то ставок, в общем. Потом финальное, финальное, не знаю, уже готовый косплей, но готовые продукты, это не только в косплее, это выигры, фильмы, везде. Выглядит совершенно, ну кардинально, то есть не так, как он был именно на бумаге, и часто на бумаге очень лучше, в общем, выглядит. Да, я уже стал плюс не первый раз. Хорошо. А тут выглядит немножко по-другому. Так в чём вопрос? А почему так, во-первых, происходит, а во-вторых, как добиться именно того результата, когда будет там выглядеть, то это точно так. Так, хорошо. Кому уже секретный секрет успешного успеха, да, как вот так вот сделать? Да. Ну почему секретный секрет? Сейчас скажу. Да, говори. Извини, а ты изучал из твоего костюма? Что? А ты хоть выиграть нашел, чтобы знать одно дело, то что показывается, видите? Да, конечно. Это не то, что идёт у меня. Не-не-не, это не тот вопрос. Да, я изучал из твоего костюма, я, ну блин, я 10 лет именно профессионально занимаюсь с театром. Я всё это изучал, историю искусства и прочие-прочие штуки. Я университет закончил. Так, секретный секрет успешного успеха в плане того, как вот у нас есть художник, он рисует одно, у нас есть режиссура, а нам нужно другое. А с точкой попал, да? Да, да, да. Вот что делает учиться? Мы встречаемся с художником, да, первая встреча. Мы говорим, вот, смотри, у нас есть такая-то, такая-то задумка, и мы вкратце ему объясняем, чём он вот этим, да? Он такой, да, иначе я понял. И мы отправляем его там работать. В то время мы можем пока наработать девство или еще что-то, что-то там пофантазировать. В следующий раз мы встречаемся с художником, он приносит нам какие-то варианты. Мы просим заранее сделать несколько вариантов одного и того же. То есть один, два, три варианта. Ну, желательно, три варианта нам достаточно, минимум три. Он нам показывает, мы выбираем, типа, вот этот вообще нет, чувак, извини. Вот этот хороший, но надо подумать, а вот этот вообще классный. И вот тот, который вообще классный, это то, что ты именно хочешь. Вот выбирай конкретно тот. И потом попросим вас сделать три варианта того, которые вот ты именно, то, что хочешь, понимаешь? Ты не должен обижать человека в том, чтобы, типа, он там какую-то фигню сделал. Потому что, может быть, тот самый первый вариант, который ты отверг. Он как раз именно это и хотел сделать. Ну, выбери еще какой-то вариант для того, чтобы человеку было не так отдельно. Ну, тут не в том суть, вот. А суть в том, что локально часто, когда показывают... Нет, смотри, тебе... Он концерт не похож на... Я понимаю, но тебе, смотри, тебе самое главное, что нужно сделать, это сделать так, чтобы художник думал в твоем направлении. Встречаться с ним сейчас. Вот. То есть ты должен с ним встречаться и на каждой встрече из трех им различных предложенных вариантов выбирать тот, который подходит тебе больше и объяснять это так, чтобы художник думал, что это он придумал. А, я понял. Ну, то есть, когда в большинстве случаев этот концепт-арк не похож на финальный факт, просто нет этого полного взаимодействия. Да. А, понятно. Спасибо. Вот. И идем дальше. После того, как есть художник, мы еще к актерам не подходим. То есть у нас еще мы актеров не берем. Следующий момент, когда уже есть какой-то художник, хорошо начать со звукорежиссером или вообще подбирать какой-то звук музыку. Потому что от этого, ну, в частности, очень сильно зависит действие актеров на сцене. Они очень часто начинают идти за музыкой. И если она будет сильно перебрана или слишком, ну, вообще сильно много ее будет, то вообще это никуда не будет. Потому что все будет на лятосто и никому это будет неинтересно. Думаю, вы видели сценки, в которых вот включается один звук, потом звукорежиссер ступил, потом сразу же другой, потом третий. Вот важный шаблон именно. Вот так вот это все включил. Зачем? Зачем им это набирать много музыки, когда на ней себе спокойно можно выбрать одну-две, которые плавно профунктят и все вложится на нее. Еще круто, конечно, если будет дет у вас композиция, но это сильно, наверное, заулочная мечта для аниме-сценок. Ну, хорошо просто подобрать несколько композиций, желательно оригинальных, чтобы их не узнал. И чтобы человек сосредоточился именно на моменте того, что вы ставите, а не на том, что он узнал какую-то мелодию. «А, это мелодия из того сериала, вот классно». Вот это важный второй секрет, секретом успеха, того, что оцениваете, что вы делаете. Это нужно именно для того, что вы ставите или просто вам хочется? Вот если просто вам хочется, то не надо, потому что оно не всегда так получается, что то, что вы хотите поставить, оно никак не вписывается в то, что на самом деле нужно именно для этой сценки. Так, всем понятно, да? Ну, следующий момент уже дальше проще. Там, вы встречаетесь с актерами, 20 репетиционных точек, на первых репетициях вы с ними просто читаете текст, обговариваете и что-то прочее. Художник уже на тот момент должен отнести эскизы, уже готовые эскизы, к швеям и им объясняет. То есть все вот эти моменты объяснения швеям и прочего, разъяснили никому, куда остановиться, вы этим всем не занимаетесь. Занимайтесь именно постановкой. То есть вообще в любом вопросе занимайтесь постановкой проблем и разбивайте проблему на простые задачи и раздавайте эти задачи людям. Вот что такое режиссур. А все остальное – это практика. Итак, дальше. Прошло, например, у вас 20 таких репетиций и уже у вас есть какой-то готовый продукт. Желательно, чтобы на 20-ую репетицию приблизительно, ну это где-то через день вы будете репетировать с актерами. То есть в один день репетируете, один день оставляете, чтобы у них все это уложилось. То есть три раза в неделю – это вполне себе нормально. Понедельник, среда, пятница. Понедельник, среда, суббота. Это нормальный ритм работы для актеров. Не делайте перерыва больше, чем два дня. Иначе все снова повалится и актеры просто потеряются. Нужно, чтобы вы взяли рабочий ритм и продолжали в нем действовать. И никто не выпадал из этого всего дела. Естественно, что если кто-то выпадает, то все это, наверное, вам нужно как-то в этот экономик больше времени потратить на то, чтобы понять, что вы хотите конкретно донести до актера. Вот в этом разница именно всей режиссуры, что режиссер никогда не придумывает, что он хочет поставить. Он уже целенаправленно, как это все заканчивается у него на моменте написания текста. Вы приходите к постановке уже с конкретной идеей и просто руководите всеми отдельными людьми, достигаете с ними взаимосогласия в том, чтобы они сделали именно то, что вы себе увидели. И вот в этом все сложности, вот вы там себе где-то придумали и вот вы реализовали. И вот если бы хотя бы был 51% плюс к тому, что как вы себе задумали, вот это уже успело. Следующий момент. То есть на 20-й петиции вы уже должны быть полностью готовы и собраны. У вас должны быть костюмы, готовая музыка, готовые света, освещения. Вы должны знать, у кого эти костюмы, где они, они должны быть уже пошиты. 20 катисонных точек – это порядка полтора месяца времени. Вполне достаточно, чтобы пошить костюмы. Не занимайтесь сами поширом, не занимайтесь сами реквизитом, не занимайтесь сами поиском помещений. Пускай найдите себе закону, который будет чисто отвечать за помещение. И найдите себе человека, который будет заниматься вместе с художником чисто поширом костюмов. И вы будете просто контролировать, типа, когда, 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 какие материалы нужны, еще что-то и все. Для того, чтобы быть целенаправленными, все это время занимались только постановкой. И для того, чтобы она получилась на самом деле хорошей. Почему? Возвращаемся все к первому вопросу. Вы, блин, потратите три месяца своей жизни. Зачем тратить три месяца жизни на то, чтобы в конце получилась какая-то чертня? Тратьте его толково. Следующий момент. Вот эти вот восемь репетиций оставшихся. Думаю, ни для кого не секрет, что когда выходит игра, да, любой продукт, у него есть там бета-тест, альфа-тест обычно подходит внутри самой конторы. Потом бета-тест выпускается на комьюнити и дальше. И то есть проходит какой-то момент тестировки. Вот это крутой момент, потому что приглашайте своих друзей, приглашайте всех, кого вы знаете, чтобы они приходили и смотрели на вашу постановку, смотрели на вашу сцену. Учитесь воспринимать их критику с точки зрения того, что вам с этим работает. У вас уже есть какая-то комьюнити, которая потестит и будет понимать, что вот это им было непонятно, это так, это так, это так. Вы уже можете внести какие-то корректировки. Самый интересный момент, о котором Волф еще рассказывал, я читал, как Волф тестит свои игры. Они записывают все, даже с того момента, как человек просто зашел в комнату, где он будет играть в игру или на свой халфлах или еще что-то. То есть буквально каждая мысль человека имеет значение для всеобщей постановки. Потому что очень часто бывает, что там ты ставишь сценку, а в итоге какой-то идет, там в третьем году сидит и хика такой «О, нет, не впечатлило». Хотел бы я прожить хотя бы один день из жизни того человека, который не впечатлило, чем он занимается. Вот, то есть восемь эти петиции оставляйте на конкретно проверку и оттащивание. Как обычно происходят сценки? Приезжают на фестиваль уже там доделывают декорации. Нет, это вообще не вариант. То есть где? Это получается где-то только 19 репетиционная точка, а мы уже приехали на фестиваль, когда у нас еще пол месяца работы впереди должно быть. Сколько у нас еще времени, Борис? Ну и так вышли из сроков, так что. А, так что мы решили. Хорошо. Так, вопрос. Кому-то это что-то уяснило в голове? Кому-то это что-то уложило? Стало кому-то более понятно или это вы все знали и вообще не нужно было? Да. Я перед фестивалем провел такой анагимный опрос, среди косплееров, тех, кто костюмов. Читали ли вы книгу Станиславского, то есть основа актерского искусства? В итоге из двадцати пяти опросных человек только один сказал, что читал. И то это была школа Кэндор. Вот извините ответы, извините. Нет, ты не сравниваешь, школа Станиславского это русский реализм, а аниме-фестивали это японская культура. Ты лучше у них спросил, читали, знают ли они что такое театр Кабуки и Ино и в чем разница между Кабуки и Ино? Ну почему? По себе, наверное, три года выступления на литературной студии не дало мне ничего, подчеркиваю, ничего, по сравнению с тем, что месяц прочтения не закончил. У нас сейчас вопросы не в выступлении литературной студии, а конкретно в постановке процесса, постановке задач. Извините, если актер не подготовлен, то в каком уровне можешь идти решить? Извините. Это все вопросы режиссера, того, кто все это ставит. То есть насколько режиссер сам смог донести свою задачу. Вопрос. У нас вообще сейчас реакция именно по Касплею или в общем? У нас вообще по режиссуре. А, ну хорошо, ладно, это сюда входит. Такой нестандартный вопрос именно по Касплею, не знаю, экономического характера. А в принципе вот Касплей группы, которые, ну не знаю, там, взаимодействуют с организаторами феста или что-то, они кроме удовольствия получают, в общем, они какую-то материальную выгоду. Да, вполне возможно. Просто, что большинство Касплей групп, они не коммерческие, они изначально... Такое дело. Да. Но вполне, смотри, самая простая монетизация Касплей команды. Вот у Бориса есть костюм после того, как он пройдет фестиваль и может его сколько на продакт. Фукоточки с ним. Фукоточки с ним. Еще раз. Ну, в смысле того, что именно от организаторов феста, ну как бы, что такое фест? Там, на где-то 50% он состоит именно из вот выступлений. То есть, как организаторы феста, можно сказать, обязаны этим выступающим, потому что благодаря ним люди идут на фесты, в общем-то. Ну, да. И есть какая-то, собственно, со стороны организаторов феста благодарность, так скажем, выступающим? Ну, это вот... Возвращаемся к самому первому моменту. Все зависит от того, как вы договоритесь и... А, примеры именно от феста есть вообще? Ну, ты, может, знаешь, там... Да, есть реальный пример. Есть кеевская команда Fighting Dreamers. Эта команда изначально состоялась из 10 человек. Они перевозили на Аки Хабару полный спектакль в стиле театра Кабутино. То есть, они поставили часовой спектакль. И организаторы оплачивали этим ребятам все. То есть, проезды, пошивы костюмов и прочее, прочее, прочее. Потом эти ребятки в Fighting Dreamers, я не знаю, что сейчас с ними, у них просто много кто разъехался. Но вся суть в том, что да, они просто знакомы были, они просто студенты, которые собрались. Они впоследствии еще поставили два мюзикла. Тоже в японской стилистике, и у них был свой зритель. Ну, собственно, все анимачники Киева, они приходили к ним на спектакль, потому что они знали их по госплеям, и у них уже была своя публика. Чего такой вопрос возник? Потому что в последнее время как-то сложно очень собрать людей на чисто, как это сказать, альтруистически, как начало. Часто даже друзья там... Просто хорошо монетизируют. На самом деле, смотрите, монетизация любого фестиваля очень простая. Вот недавно прошел хори. Сам вход на праздник хори бесплатный. Краски дорогие. В фестивале купаются. Здесь хори платный. Но тут уже другой вопрос. Потому что здесь просто большая часть аренды. Но в основном зарабатывают на ярмарке, которая выставляется. Они обычно ставят, если экспо бесплатно, то они обычно очень большие налоги сдирают с тех, кто выставляется на ярмарке. А в данном случае, вот, именно вся косплейная часть, это как контент, ради которого вы приходите. Чтобы именно что-то хорошее посмотреть. Но потому что у нас нет в хаке хорошей базы аниме, косплеев, то никто и не... Ну да, как интерактив. Да. И вот последний 3.6 – это пост-продакшн. Реклама, маркетинг и все прочее. То есть, когда вы уже поставили всю сценку, естественно, самый простой уровень – это пофотографировать это все, выложить и супер на страницу в друзьях и прочее. И другой вариант – если вы собираетесь этим все зарабатывать, то вам нужно, к примеру, вы поставили какую-то сценку и вы хотите ее на... Ну не знаю, потом продать эти костюмы, которые вы сделали, нереально хорошие. Но вы точно также можете всех людей пригласить на сам фестиваль. Эти же люди уже будут какими-то вашими потенциальными людьми, у которых вы это все потом продадите. То есть, сыграйте свою аудиторию. Важно, что запомните такую очень простую статистику. Если вы ничего не будете делать, один из ста человек заинтересуется тем, что вы делаете. То есть, вам нужно просто набрать максимальный охват. Сами подумайте. В группе Ханифеста 3327 человек. В зале сидит 30 человек. Шарики, да? Один из ста человек тут по-любому сидит. Это просто статистика. Идем дальше. Любая штука вообще. Любая организация, любая реклама. Будьте к этому готовы. Это просто такая статистика. Вам нужно будет набрать на 100 человек больше. Именно просто сказать. Не имеет значения что бы. Просто сказать человеку, что вот человек приходи, 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 приходи. 100 человек вам сказали, и вот один пришел. Для этого существуют всячески массовые рассылки. Там ВК-боты и прочее, прочее, прочее. Или уже платные рассылки. Там контиксная таргетинговая реклама. А так выкачете Google Ads и Ятекс Диэк. Вот. Это, собственно, что по рекламе. Не имеет значения, как вы наберете в себя этот охват. Но главное, чтобы он был. То есть, вы ставите какую-то стенку. Вы рядуете помещение. Или просто договоритесь со своими друзьями за это помещение. Вы будете показывать. У вас там 100 зрительских мест. Здесь, по-моему, 250 зрительских мест, а то и больше. 580. 580. То есть, сколько нам нужно набить сюда? Ну, сколько нам нужно? 58 тысяч. Нам нужно 58 тысяч. Они, которые так полгода разделили 58 тысяч на 6 месяцев у нас. На сколько? 160. 160 в день. Мы не выходные. Да, 160 в день. То есть, мы 58 тысяч делим еще на 160. Получается, нам в день нужно помещать, ну, порядка 400 людей. Чтобы забить полностью фестиваль. Ну, чтобы полностью забить этот зал. Дорогостоящие мероприятия, они лучше начинают свою рекламу намного раньше, чем это нужно. Почему это нужно? Ну, блин, просто потому что вы тратите время на то, чтобы пообщаться с каждым человеком или что-то кому-то написать. И сказать, что вот человек, человек, приходи, 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 приходи. Все очень просто. Не придумывайте лишнее. Вот смотрите, сколько у вас здесь сидит. Если вам нужно провести какую-то рекламу или вы поисок, он попросит вас сделать репостики. И смотрите, вы уже как цветочки опыляетесь. Везде у всех есть фотографии. И все уже, все что-то шарят, все уже знают, что есть такой ханифест. Вот. Дальше проще. Доски объявлений, полиндромы, фри, общественные организации и все-все-все прочее. То есть люди, которые сидят с большим количеством друзей ВКонтакте или это большие паблики и прочее, обращайтесь к ним и просите, чтобы они продекламировали у себя и написали пост о вашей деятельности. И все. То есть easy. Что у кого-то какие-то вопросы? Спасибо. Спасибо.